Беларусь Широ запрошаю вас в нашу хату. Не дивитесь, беларусы жили не только бедно, но и богато. Кто двое, то и мое. А я вас гостики, Широ витаю! Усё у хати беларусов мело символичное значение. На вот порог. Место незвычайное. Зим связано множество народных свышеев, обрадов и предметов. Наибольшая дума из них – садзенья перед порогом, напереды дни поездки, по дорожкам. Кажуть, сядем на дорожку. Это символизовало долучение для света пробков, які быцам допомагали в дорозе. Уздыхать по старых речах, вертаться до старого уклада життя не варто. Але ведать, як жили ваши дяды, прадзяды, треба. Есть у вязковой хате – место, где посидеть, лечиться за великий гонор. Попуть – так называется гэта поджесная месца у хате, незабытая Богом. Попуть – гэта кусочек храма у хате. У версия под самую историю висят образы зверявами Иисуса Христа и святых. Попуть – прадегу, очищала и возвышала человека, робила его левшим. Приходила свята, каляды, тивя лиди. И першим на пол пути садился господа. А слева от его остальные семейники. И не абы я, а в пирамешку, по старшинству, дорослые и дети. Молились, вспоминали, добрым словом, дядов, прадедов. Зверните, каля ласку, увагу на глиняный посуд. Ём и сёння карысаецца попытам. Приходжа глядіцца ём и на кухонный палец, и на обеденным столе. А у наших прашчуров глиняные вырабы были на любых густ и для розных потреб. У зимовый час селянская хата перетваралася в рамесную мастерню. У долгие вечары пресветли лучшины, светоча, тика ганца, нутрабели лыжки и посуд. Пляли лапти и прали, ткали, шели одетник и вышивали. У каждой селянской хате можно было увидеть зручный обуток. Зроблены из лыка, нозовой коры, беросты. Пляли лапти, звычайно, мужчины. Одно з самых старых житых промысла беларусов – ткацтва. Мужчинам дозволялся только налаживать кросны. Девчины кучили ткац с 7-8 годов. Процесс выработку тканей растягнулся омально год. Треба было поспеть попыткой довели гоня. Хоть и тяжко жилося нашим прадкам, але не стратили яны почуття пригожага. Звоните, когда ласковав в любую пригожую в оборот, просили селяне наши вёсы. Таких обновь украми не купишь. У их житё, натхненья, душа до линовитых творцов. Традиционный повод беларуса нельзя уявить без дручника. Дручник – адвечность подорожных человека. Дручниками не только пригоживали интерьер хаты, але и широко выкарастовывалися у беларуских обрадок. Ошивляли вязковую хату – речи, зробленные руками господаров и вязковых умельцев. В этой державе масловойка и целое семейство кашоу. Грометство и промыслы носили, звычайно, сезонный характер. Иснуя такая легенда – человеку сказали, «Капьон, отыходящий от хаты, не озерався назад, иначе перетворится условь соли». Человек не стремал слова – не озернувся. Так как же не озернешься, когда родная сядьба – это целый свет. Частей озераетесь сябры. Назад – в минулое, как не погасла свечка на попуте в батьковской хате, как легче было идти наперед – в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok